Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Икеев. И сегодня мы говорим об интересной вещи. Написано в главе Икеев не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из Уз Ашема, жив человек. Самое главное, вы жили Маном, дабы усвоить вечный урок. Так пишет наш мудрецы. Каково значение этого высказания? Хлеб питает тело человека, но не его душу. Для поддержания души еврею необходимы слова Бога, его Тора. Изучая божественные заповеди и соблюдая их, евреи дают возможность своей душе жить в этом и в грядущих мирах. То есть Ман это божественная пища, которую Всевышний нам подарил в пустыне. У нас через 30 дней закончилась Маца, мы страдали, сердца забились при виде голодной смерти, и нам Всевышний подарил Ман. Что это такое? Мы не знали. Поэтому назвали его Ман. Не знаю. Как это работало? Значит, человек должен был собрать каждое утро Ман, который выпадал с неба. И, если это был праведник, он мог его есть в виде, который он собирал. Он был похож на семя кориандра, а на вкус, как медовый пирог, и нежное масло он напоминал. То есть праведники могли его сразу есть и получать удовольствие от этой пищи. Что человек захотел, то у него во рту и оказывалось. Захотел мороженое будет как мороженое. Захотел курицу будет курица жареная. Что бы человек ни захотел, такой вкус был у Мана. Но человек, который меньше воеревого Всевышнего, ему приходилось собирать его дольше времени и дальше от шатра. И нужно было его готовить, и молоть, и жарить, и варить. В общем, приходилось многие усилия прилагать. Люди, которые вообще ничего не хотели соблюдать, им приходилось далеко вообще от шатра его собирать. И еще тяжелее им удавалось его готовить. И такой вкусной еды он не получал. Поэтому страдали, что надоело нам это неводная пища, мы говорили, и так далее. То есть чем больше человека была вера во Всевышнего, чем он ценил это, тем он получал больше удовольствия от Мана. Вот так вот. Маше напоминал сынам Израиля, когда вы следовали за Всевышним по пустыне, он обеспечил вас и одеждой, и едой, избавляя от материальных забот. Сын Раби Шимона Барьяхая Элиазар спросил своего теста, его звали ему Раби Шимон Бен-Наси, «Как же евреи одевались в пустыне? Разве они вышли из Египта, взял с собой одежду? Такое количество?» Его тесть Раби Шимон Бен-Наси отвечал «При добровании Торы ангелы дали евреям одежду, которая никогда не изнашивалась. Раби Элиазар задал следующий вопрос «Ну как они поступали, если прибавляли в весе или худели? Разве раковина улитки не растет вместе с ней?» Продолжал спрашивать Раби Элиазар «Разве им не приходилось время от времени стирать одежду?» Облака славы очищали их одежду до белоснежного состояния. Раби Элиазар не был простым человеком, спрашивал дальше, «Но облака славы были из огня?» возразил Раби Элиазар. «Почему одежда не сгорала?» Раби Элиазар ответил «Не забывай, это были небесные одежды, сказал Раби Шимон, поэтому облака не опаляли их. Но ведь евреи вели в пустыне скитайческую жизнь, не имея пристанища. Неужели они не страдали от насекомых?» Удивился Раби Элиазар «Даже после смерти не коснулись черви, тем более при жизни их не беспокоили насекомые». То есть написано, что червь не властен над телом праведника. Праведник умирает, червь не касается. И поэтому, тем более при жизни праведники не страдали от насекомых. И если мы с вами посмотрим примеры, Яков был похоронен в стране Кнаан. И написано, что Йосиф забальзамировал Исраэля, отца своего. И наши мудрецы говорят, что он не должен был так поступать. Бальзамировать по всем египетским правилам, натирали тело благовониями Якова. Он должен был знать, Йосиф, что все вышли сам заботиться о делах праведников. Поэтому, пишут наши мудрецы, что Йосиф и прожил 110 лет, меньше всех братьев. Хотя он был большим праведником, казалось, он не должен был меньше всех прожить. Но он прожил меньше всех. Он прожил 110 лет, из них он был 40 лет правителем Египта, из них еще после этого был 40 лет фараоном. Вот так вот. То есть, о нас все вышли сам заботился. Как же их одежда, написано, не пропиталась запахом, ведь ее никогда не меняли, спрашивают дальше рабе Елиазар. И рабе Шимон Бенаси отвечал, рядом с колодцем Мирьям росла трава снежным запахом, и она пропитывала эту одежду. И запах был прекрасный. То есть, все условия, которые только можно себе представить, нам Всевышний в пустыне создал. Мы жили, ни в чем не нуждаясь. Всевышний просто просил, чтобы мы учили Тору и выполняли запах. И он ничего не просил, не просил нас работать, не просил нас ничего обременительного для нас. Мы должны были учить Тору, мы должны были слушать своих учителей, должны были наслаждаться жизнью, выполнять повеления Всевышнего. И действительно, если взять мнение наших мудрецов, что поколение пустыни было самым праведным у всех поколений, которые были после этого поколения. И мы думали, ну как же, написано в Тории, там мы грешили, и в хоре возле горы Сина и Тельца сделали, и там мы требовали, чтобы вода была пресная, там требовали, чтобы вообще вода была, там требовали хлеб, дерзко, не просили Всевышнего, требовали с Маше. и там наговаривали что-то, что Мириам говорила, что Маше взял жену кушитку, здесь карах восстанавливали. В общем, казалось бы, мы много чего делали, но наш мудрец говорит, вот это все, что написано за 40 лет, вот где-то 10 раз мы гневили Всевышнего в пустыне, а остальное время мы были праведниками, мы себя довольно достойно вели, такого поколения достойного не было. Даже после того, как мы жили правильно при царе Давида, при царе Шлома, учили Тору и при Егоше учили Тору, и Сетхиягу сказал, кто не будет учить Тору, то показал им на меч, он подвесил меч и сказал, кто не будет ходить в дом учения, вот меч, и мы учили Тору. То есть были поколения праведные, но такого поколения, поколения пустыни, конечно, у нас не было. А Всевышний хочет, что мы были еще более достойными, даже чем поколения пустыни. И поэтому мы должны усвоить, что не одним лишь хлебом живет человек, но всяким словом исходящих из уст Ашема жив человек. если мы так будем поступать, то Всевышним да, у нас было благословение, и у нас будет все хорошо и прекрасно, чего нам всем желают. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хаймалка бот Йосин, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Гердж, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бот Йосин, Здоровая Светлана бот Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Римка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Фера бот Анна, Геннадий бен Елена, Ириор бен Клара, Ида бот Рива, Татьяна бот Сара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Масл Парнаса Сгула, Ирина бот Ри, Арон Ария бен Ри, Хороший дух, Арон Ария бен Двойра, Низ бен Ахум, Абигаль бот Сара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Мартинка, Всем браха Парнаса Каванам, Мазл Топ, Что мы это время не грешили, Изучали Тору, Делитесь им, видимо, С друзьями, Чтобы как можно больше людей Слышало о Торе, Знало, о чем идет в ней речь, И до следующей встречи, Всем все самое на лучшее, Надеюсь, нас состоится завтра Эта встреча в 15.30, Шалом! Субтитры сделал DimaTorzok